Прививки. Кажется, мир разделился на сторонников и резких противников вакцинации. Может, из-за этого процент привитого населения в Щелковском районе не так высок. Случаев с заболеванием гриппом пока у нас нет. Но эпидемиологи предупреждают, сейчас самое время сделать прививку, пока болезнь не разбушевалась. И есть время, чтобы у привитого сформировался иммунитет. Прививками против гриппа должно быть охвачено, согласно приказам, не менее 45% общего населения с целью предотвращения возникновения эпидемии. Это по рекомендациям ВОЗ. Грипп – это очень коварное заболевание. Вирус очень быстро подрывает иммунитет заболевшего. Поэтому в группе риска маленькие дети, пожилые, страдающие хроническими заболеваниями. А также сотрудники предприятий, где вирус среди коллектива распространяется в рекордно короткие сроки. Врачи настойчиво рекомендовали руководителям предприятий мотивировать работников, чтобы те прошли вакцинацию. Доктора готовы приехать в любую организацию. Уменьшается на 80% количество источников заболевания. Это приводит к тому, что распространение гриппа в вашем коллективе резко снижается, люди не болеют. Отсюда и вторичные экономические потери уменьшаются. Оплата больничных листов. Количество больничных листов уменьшается на 57%, оплата на 52%. Поэтому профилактика сегодня – это ведущая мера. Также на совещании затронули вопрос выдачи электронных листков нетрудоспособности. Как рассказала представитель фонда социального страхования, далеко не все руководители организаций принимают больничные в электронном виде. Хотя обязаны сделать это по закону. Изменения вступили в силу в мае прошлого года. Это, скажем так, нарушение законодательства. То есть человек по выбору может получить либо бумажный листок нетрудоспособности, либо электронный. Вот я просто хочу призвать работодателей к тому, чтобы кто еще не начал эту работу, то начинать и не отказывать своим работникам, скажем так, в оплате пособия по электронному листу нетрудоспособности, только по той простой причине, что вы не готовы. Заключительной темой совещания стал вопрос содействия в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья. По словам директора Щелковского центра занятости Елены Кулехиной, наши работодатели справляются с этой задачей хорошо. На данный момент на щелковских предприятиях открыто 95 вакансий для инвалидов. Елена Кулехина заострила внимание на том, чтобы руководители не забывали предоставлять отчеты о проделанной в этом направлении работе. Наталья Медведева, Александр Рожевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова